Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мураджан Кюзов. В Карачаево-Черкесии построят еще один физкультурно-здоровительный комплекс. Он станет одним из самых крупных в регионе. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Соглашение о строительстве было подписано в рамках работы международной выставки форума «Россия» между Министерством физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии и компанией управления спортивными проектами в присутствии министра спорта России Олега Матыцына. Спорткомплекс будет состоять из трех студий для групповых занятий, детской студии и бассейна, включая оздоровительную территорию с термальными источниками. Комплекс предусмотрен для посещения людей разного возраста и спортивных предпочтений. И, что очень важно, в нем могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Уверен, новый спорткомплекс станет еще одним центром семейного отдыха республиканской столицы. Благодаря реализации проекта будут созданы дополнительные, современные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Это, несомненно, станет очередным шагом на пути к здоровому образу жизни для жителей и гостей Черкесска. А еще считаю немаловажным, что будут созданы порядка 80 новых рабочих мест, сказал Рашид Тимрезов. Специальная военная операция. Под таким названием в Карачаево-Черкесии открылась музейная экспозиция, посвященная СВО. Она проходит в Музее истории церкви и казачества Никольского собора Черкесска. Подробности у Али Баташева. Все наши герои на фронте не разделяют ни национальность, ничего. Мы все братья. И мы должны остаться братьями не только на фронте, но и в мирной жизни. На стенах портреты 22 наших земляков, погибших в специальной военной операции. Разного возраста, национальности и веры. Ушедшие из жизни, но не преданные забвению. Среди экспонатов личные вещи бойцов. Военная форма и даже трофеи обмундирования армии ВСУ. Решение подготовить экспозицию, посвященное СВО, было принято в январе этого года. Духовенство собора выделило дополнительное помещение. Прихожане храма и родственники погибших воинов собрали средства. А общество «Царьград» занялось дизайном проекта, обустройством нового зала и сбором экспонатов. Мы открываем новую экспозицию, третью. У нас есть уже церковная и казачья экспозиция. Мы открываем экспозицию «Специальная военная операция». То есть экспозиция в целом посвящена сохранению памяти о погибших. Вот на стенах они у нас 22 человека. Это не все. Повесим мультимедиа, телевизор, где будем собирать данные о погибших, размещать их уже в электронном виде тоже. Среди первых посетителей экспозиции – множество родных и близких бойцов Карачева-Черкесии, погибших в СВО. Вдова участника спецоперации Сергея Емельяненко Оксана Рулева рассказала о том, как ее муж, доставляющий гуманитарные грузы в зону спецоперации, рискуя жизнью, стремился помогать нашим бойцам. Она поблагодарила всех, причастных к созданию этой экспозиции. Всем тем, кто сегодня создал этот, на самом деле, памятный момент, где мы можем прикоснуться к своим мужьям, сыновьям, отцам и детям. Вспомните их доброе, теплое слово. Увидите их глаза. Вспомните теплоту их рук. Мы свидетельствуем словами патриарха, что они пребывают в раю, в Царстве Божьем. В этом не сомневайтесь. И здесь они тоже продолжают свое служение, чтобы нас вдохновлять здесь, в своей родине, в своей вере, служить честно, служить самопожертвованием. Кстати, один из экспонатов – маскировочная сеть, которую сплели для нужд СВО добровольцы Никольского собора. А еще дети помогают бойцам молитвами, письмами и рисунками. Родная сестра участника СВО Владислава Пулина, Елена Ефимчук, прочитала стихи своего погибшего брата. А Россия их помнит и верит, Богородица пусть их хранит, Воин духа коварного зверя, Как Георгий копьем победит. Вы знаете, этот стих, когда читаю, у меня слезы на глазах. Я воспитываю своих детей, я работаю воспитателем в детском саду. Я прививаю то, что нужно любить свою родину, нужно защищать свою родину, нужно беречь свою родину, а родина – это не только наша семья, это вся наша Великая Россия. На мероприятии представители общества «Царьград» выразили надежду, что инициатива создания выставок и музеев, посвященных специальной военной операции, найдет поддержку органов власти и населения городов, районов республики. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Росгвардии, во главе с заместителем начальника управления Виталием Павелицей навестили ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Солнышкина. Он участвовал в битве за Кавказ в должности командира разведки, освобождал Севастополь и Крым. В 1944 году участвовал в освобождении Симферополя и Калининграда. Афанасий Петрович – достойный представитель поколения победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания военных лет и вернули нашему народу мир и благополучие. Мы чтим память павших и чествуем ветеранов, героически вставших на пути нацизма, отдаем дань уважения советским солдатам, ковавшим великую победу, сказал полковник Виталий Павелица. Афанасий Солнышкин награжден Орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орденом Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Каковы преимущества электронных госуслуг в сфере регистрации некоммерческих организаций? Об этом расскажет гость нашей программы, специалист-эксперт управления Министерства юстиции России по Карачаевой Черкесии Лариса Акбаева. С ней беседовала наш корреспондент Фатима Даурова. Здравствуйте, Лариса. Давайте мы сегодня проинформируем жителей Карачаева Черкесии о том, как они могут обращаться за получением государственной услуги в сфере регистрации некоммерческих образований. Сейчас, на данный момент, это можно получить электронно посредством портала государственных и муниципальных услуг, выбрав услугу принятия решения о госрегистрации некоммерческой организации. Данная услуга доступна не только для физических лиц, но и для юридических лиц. Алгоритм подачи заявлений размещен на официальном сайте Управления Министерства юстиции по адресу ТО-09-минжаз.гоф.ру в разделе «Деятельность в сфере некоммерческой организации». При направлении документов есть необходимые требования. У заявителя должна быть зарегистрирована учетная запись на портале госуслуг, а также должна иметься усиленная электронно-квалифицированная подпись, то есть, короче говоря, УКЭП, где можно приобрести УКЭП в налоговом органе, какие документы должны быть, удостоверяющие личность, то есть паспорт-документ, номер СНИЛС, ИНН, сертифицированный носитель ключевой информации. Такой вид подписи сейчас очень распространен. Он регулируется законодательно, имеет высокие технические требования. Он защищает информацию, также защищает от изменений и шифрует передаваемую информацию. УКЭП равнозначно рукописной подписи. Передает личность подписанта, передает документу юридическую значимость. Возвращаясь к вопросу, где можно получить, УКЭП можно получить в налоговом органе, который является регистрирующим, удостоверяющим центром. Подписи используют предприниматели и юридические лица для ведения электронного документа оборота с контрагентами, участвуют в торгах, направляют электронно-налоговую отчетность, счета фактуры, акты, накладные и иные документы. Физические жилица могут использовать УКЭП, то есть электронную подпись при дистанционной подаче пакета документов для поступления в ВУЗ, для поступления на работу, для регистрации некоммерческой организации, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или сама занятого. Получить электронную подпись можно в налоговом органе, который является регистрационным удостоверяющим центром, или у доверенных лиц, удостоверяющих центров ФНС России. На территории нашего субъекта имеются пять налоговых органов. Два из них, это управление Федеральной налоговой службы, находится в городе Черкесске, расположен по улице Краса Арбениская, 70, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы, номер 3, находится в Черкесске, тоже по адресу 1-майская, 45, также находится инспекция по районам. Это в городе Карачаевске, в станице Зеленчукской, а также в Малокарачаевском районе, в селе Учкикен. Более подробную информацию можно узнать в налоговом органе, а также на официальном сайте налогового органа, тройной W налог.gov.ru. Какие же преимущества дает получение госуслуг в электронном виде? Я считаю, что имеются существенные преимущества оказания услуги для некоммерческих организаций в электронном виде. Во-первых, финансовая сторона, отсутствие необходимости нотариального заверения по длинности подписи заявителя некоммерческой организации. Допустим, на сегодняшний день нотариальная услуга, то есть размер нотариального тарифа составляет 2600 рублей. Тоже считаю, что это немалая сумма для некоммерческой организации. Дальше освобождается от уплаты госпошлины. Допустим, государственная регистрация при создании составляет 4000 рублей. Тоже немалые деньги. Возможность получения регистрационных документов в электронном виде. Считаю тоже, что это преимущество и плюсом то, что удобство хранения электронных документов и возможность восстановления в случае утраты. Вторая сторона – это экономия времени. Нет необходимости приходить в управление Министерства юстиции и выставить очереди для подачи документов. Также заявители могут в любое удобное для себя время и в любом удобном месте подать заявление. Будет то, ранним утром, выходной день – разницы нет для удобства заявителей. А также сокращенный срок получения государственной услуги. А есть ли какие-то особенности оказания услуги в электронном виде и в чем они заключаются? На сегодняшний день услугой не могут воспользоваться только лишь вновь избранные руководители организации. Но и в данном направлении ведутся работы по устранению данного неудобства. Для активных пользователей электронных услуг и обладателей электронной подписи Министерством юстиции разрабатывается сервис для облегчения сдачи отчетности. Сейчас, на момент запуска нового сервиса, в апробации участвуют организации нашего субъекта, которые сдали ежегодную отчетность. Также хотелось бы отметить, что сейчас в рамках цифровизации госуслуг наше взаимодействие с налоговым органом перешло в электронный формат. То есть мы можем технически полноценно оказывать госуслуги. Спасибо, что сегодня были у нас в гостях. Надеюсь, наши жители будут более информированы в этом вопросе. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам праздничных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова